а салам алейкум уважаемые зрители моего youtube канала сегодня хочу подробно заострить свое внимание на жареном лагмане потому что это одно из самых моих любимых блюд как появилось это блюдо а также все тонкости приготовления в этом выпуске изначально лагман готовился классическим способом лапша ручного приготовления и собственно сам сяй или подлива обычно лагман готовился в большом количестве есть его лучше когда он свежий ведь по истечению 40 минут он уже теряет во вкусе когда на следующий день подлива оставалось меньше чем лапши то лагман удавали вторую жизнь делали его жареным цоумя нам лапшу нарезали смешивали с оставшейся подливой и обжаривали в казане даже в те времена в урунчи лагманщики запрягали арбуз лошадьми или повозку с осликом и выезжали в населенные пункты в казане отдельно жарился подлив овчанах готовилась лапша получался такой мини стритфуд безусловно кухня не стоит на месте как и в принципе вся наша жизнь поэтому повара всегда что-то дорабатывали во вкусах в универсальности и способах приготовления лагмана поэтому прямо сейчас я покажу тебе свой идеальный вариант который я дорабатывал путем проб и ошибок берите ручку с листочком а мы начинаем есть общие требования к тесту оно должно быть достаточно живым упругим по упругости тесто можно определить профессионализм повара если тесто упруга значит этот человек понимает толк в лапше а как сделать идеальное тесто на лагман у меня есть отдельное видео на моем канале смотрите в подсказках в идеале лагман нужно подавать сразу по готовности поэтому приготовки лучше играть в четыре руки как фортепианный дуэт если один стоит на тесте другой на поджарке тогда лагман можно считать настоящим готовим жареный лагман техника стиль фрай буквально жарить перемешивая в оке при большом количестве растительного масла жарим нарезанные кусочки мяса и овощи при такой скоростной температурной обработки продукты сохраняют свежесть ароматы и значительную часть своих полезных свойств мерило мастерства поваров считается способность придать блюду особый вкус сковороды этот вкусовой оттенок объясняется отчасти карамелизации реакции майера когда ингредиенты почти приготовлены к ним добавляем соль сахар лапизу черный перец хаджо а также различного рода комбинации соевого соуса уксуса и масла мало ю благодаря очень высокой температуре готовка проходит исключительно быстро при этом составные части запечатываются и не теряют естественные внутренние соки для этой же цели мясо предварительно обрабатывается путем добавления крахмала или яичного белка кстати вот вам подсказочка на белковый маринад теперь добавляем лапшу обжариваем буквально минуту и собственно все жареный лагман готов ну что ж друзья наш выпуск плавно подходит к концу и давайте перейдем в небольшую рубрику вопрос-ответ исторически правильное название лагмана на уйгурском языке созма аж само же слово лагман является заимствованием из китайского языка ла тянуть мен тесто в урунче это блюдо называют саумян в странах снг в частности бишкек это блюдо можно встретить как босо лагман в казахстане в алматы его называют саумян в общем в зависимости от страны и региона это блюдо называют по-разному но суть остается одной все мы говорим про одно и то же блюдо а вообще есть информация о том что исторически правильное название на уйгурском языке жареный лагман звучит как каур мачоп друзья тут все намного проще чем вы себе это можете представить но во первых это сделано для удобства непосредственно повару потому что жарить длинную лапшу это достаточно трудоемкий процесс учитывая то что нужно постоянно помешивать продукты а также подкидывать их воздух с нарезным тестом это намного упрощает работу повару представим ситуацию я готовлю индивидуально до для одного человека вопросов нет но если это будет 3 а может быть и 5 порций за один раз пожарить на воке 5 порцию длинную лапшу потом как это разделить очень сильно бьет по скорости отдачи этого блюда да мы как говорится не в мишленовских ресторанах да где надо одной только подачи работают там пять человек здесь нужно тоже учитывать этот факт но в целом повара никогда не забывают и про гостей нарезную лапшу употреблять в пищу гораздо проще вот подумайте сами вы можете ухватить палочками или вилкой лапшу кусок говядины овощи и это на самом деле круто чем когда у вас на тарелке лежит спагетти с крупно нарезанными овощами есть это достаточно сложно и скучно на мой взгляд для тестовика в любом случае стол нужен не меньше метра на полтора стол должен быть деревянным потому что на другой поверхности тесто не будет кататься сцепление теста с деревом еще есть а вот если будет мрамор металл или пластик то тесто будет сползать безусловно на этот вопрос ответить достаточно сложно что хуже что лучше всего и свои минусы и плюсы да но то что вкус на газовом воке получается куда ярче это факт все конечно зависит от ваших задач если вы стремитесь к лучшему вкусу если вы хотите быть максимально ближе к канону газовый вок это то что вам необходимо лагман получается такой с дымком что к сожалению на индукции никак не добиться по моим вычислениям цифры получаются примерно такие в уйгурской кухне как и у каждого блюда есть своя символика к примеру плов это блюдо гостей каши блюдо детей супы блюдо отдыха самса блюдо подарок шашлык блюдо восточных базаров лагман же относится к блюду любви потому что если ты хочешь сделать приятно свои половинки ты готовишь лагман и поверьте не каждая домохозяйка готова потратить кучу времени и сил чтобы замесить тесто раскатать его отдельно приготовить подлив и все это красиво а самое главное вовремя подать к столу так вот признавайтесь чаще в любви готовьте лагман с вами был я ильзат малик готовьте легко готовьте с любовью подписывайтесь на мой канал и увидимся в новом выпуске всем пока